МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Углерод – элемент особенный. Ни одно другое вещество на Земле не имеет такого количества аллотропий. То есть модификаций. Одни и те же атомы углерода способны организоваться в различные структуры и порождать вещества, совершенно не похожие друг на друга. Вообще, строго говоря, углерод – это основа жизни, потому что углеродные формы или углеродный водород, органика – это основа во многом самой жизни. Наверное, это была совершенно другая форма человеческого существования, если бы не было углерода. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знакомый всем древесный уголь – один из самых практичных видов топливных видов топлива, не образует открытого пламени, выделяет много тепла при сгорании, прекрасно подходит для жарки мяса. Технология его производства предельно проста. Древесный уголь образуется при сильном нагреве древесины с минимальным доступом кислорода. Как и природный каменный уголь, он является самой распространенной формой существования углерода – одного из главных веществ на Земле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В своё время ещё Меделеев сказал, что способность атомов углерода образовывать различные соединения уникальна. Он может образовывать диаметрально противоположные вещества. Но он может являться и диэлектриком, и металлом, может являться полупроводником, полуметаллом, может быть абсолютно прозрачным и быть абсолютно чёрным телом. Как одним и тем же атомам углерода удаётся складываться в совершенно разные материалы? Чтобы понять, нужно заглянуть внутрь атома. Атом углерода состоит из ядра и электронной оболочки, области, в которой постоянно движутся шесть электронов. Четыре из них находятся на внешнем электронном слое. У каждого электрона есть зона, в которой он пребывает чаще всего – орбиталь. Два электрона внешней оболочки движутся в сферической области – S-орбитали. Оставшиеся два – в P-орбиталях, напоминающих гантель. При возбуждении атома, например, при изменении температуры, внешние электроны становятся свободными. Происходит гибридизация. Орбитали электронов смешиваются и меняют свою форму. Так углерод в состоянии СП-3 гибридизации превращается в сверхпрочный алмаз. При иных условиях может произойти СП-2 гибридизация. Тогда углерод примет форму мягкого графита. Графит – ближайший родственник природного угля. Его можно найти в сердце простого карандаша. Если атомы углерода, из которых состоит уголь, расположены в некотором беспорядке, то в основе графита они выстроены в чёткую кристаллическую структуру. Графит – это характерно то, что он имеет чешуйчатую структуру и гексагональную решётку. То есть она идеально правильная, идеально правильная гексагональная решётка кристаллическая. В графите атомы углерода находятся в СП-2 гибридизации. То есть сцепляются с тремя ближайшими соседями, образуя шестиугольники в одной плоскости, как люди в хороводе. Четвёртая связь каждого атома остаётся свободной. И держаться за собратьев в нижнем слое, где они составляют такие же прочные шестиугольники, помогают силы межмолекулярного взаимодействия. Это вертикальное сцепление достаточно слабое. Поэтому структура графита напоминает высотный дом, в котором этажи могут быть по-разному сдвинуты относительно друг друга. А благодаря наличию свободной связи, этот дом, как громоотвод, может быть проводником тока. Карандашный грифель не является углеродным соединением в чистом виде. По своей природе графит очень мягкий и жирный на ощупь, поэтому легко ломается. Чтобы можно было писать, графит смешивают с глиной и водой. Твёрдость грифеля зависит от количества соединяемых веществ. Чистый графит имеет блестящий металлический оттенок, но смешиваясь с глиной, он тускнеет. На ощупь полученная смесь всё ещё остаётся мягкой. Из неё нарезается будущий стержень, который потом подвергается термической обработке. Сейчас мягкий графит, а потом я его кладу в сушилку, чтобы он затвердел там, и не был прямой. На сушку уходит от трёх до четырёх дней. По завершении процесса графит становится твёрдым и пригодным для письма. Как на бумаге появляются буквы? Происходит это опять же за счёт слоистой структуры графита. В самих слоях атомы находятся близко друг к другу, и поэтому очень тесно связаны. А вот между слоями расстояние больше, и держатся они друг за дружку не так сильно. Поэтому, если провести карандашом по бумаге, слои легко оторвутся и останутся на листе. Мы начинаем писать, да, идёт скольжение ожиры, и чешуйки графита остаются на бумаге. Адгезия называется, прилипание к бумаге чешуек графита. При изготовлении стержня для карандаша перемешивание графита с глиной представляет собой грубый технологический процесс. А вот в некоторых других случаях, при соблюдении ряда условий, графит начинает как губка впитывать в себя множество других веществ. Их атомы, внедряясь в молекулярную решётку графита, способны кардинально изменить его свойства. Такие соединения называются интеркалированными, то есть соединениями включения. На их основе учёные из Российского института новых углеродных материалов только за последние десятилетия создали более 60 видов новых материалов. Один из них – пенографит. Это, по сути дела, на самом деле графит, но низкоплотный, который получается термической деструкцией гидролизованных интеркалированных соединений графита. В качестве интеркалатов выступают кислота, чьи молекулы были внедрены в структуру графита, и вода, полученная в результате окисления. Процесс термической деструкции заключается в разрушении молекул под воздействием тепла. Температуру, естественно, как вы понимаете, создать нужно достаточно высокую. Её порядок, порядка 600-700-1000, а лучше бы вообще 1500 градусов. Так что первое, что мы делаем, это создаём температуру. Для этого используется специальный сосуд из кварца. Главная цель исследователя – добиться, чтобы температура сосуда и печи стали одинаковыми. Это происходит при 900 градусах Цельсия. Важный момент – повышение температуры самого графита не должно быть постепенным. Только резкий нагрев может создать условия так называемого термоудара. Это позволит добиться резкого расширения. Так вот, значит, дальше при термоударе, значит, то, что находится внутри графитовой матрицы, при нагревании переходит в газопаровую фазу, а поскольку происходит всё в режиме термоудары, это очень большие давления создаются, порядка 500-600 атмосфер и расширяют графитовую матрицу. Таким образом получается пенографит. Вспенивание графита напоминает процесс приготовления попкорна. Всего за несколько минут, проведённых в микроволновке, зёрна кукурузы из маленьких и гладких превращаются в рыхлые и объёмные, также и с графитом. В новое вещество он превращается практически мгновенно. Главный секрет – резко нагреть материал. Ну что, итак, попробуем вспенить, что же у нас получится. Берём окисленный графит и резко помещаем его в печь. Собственно говоря, наблюдаем значительное расширение. И вуаля, мы имеем наш пенографит. В основе как исходного материала графита, так и полученного пенографита – углерод. И хотя внешне они выглядят по-разному, их внутреннее строение остаётся одним и тем же. А это уже позволяет использовать его в качестве и уплотнений, и гибких нагревателей, и экранов для защиты от электромагнитного излучения, и теплоизоляторов в определённых случаях. То есть, ну, гамма применения этого уникального материала, она очень-очень большая. Пенографит можно спокойно сжимать под прессом без специального связующего слоя, не боясь разрушить частицы, которые крепко держатся друг за друга. Вообще, для любого нормального человека понятие «гибкий графит» – полный нонсенс. Почему? Потому что каждый из нас десятки раз ломал простой карандаш и убеждался, что графит – это нечто хрупкое и ломкое. А здесь вы получаете графитовую фольгу гибкую, которую можно навевать, прессовать, делать самые различные изделия. Это первое отечественное автоматизированное производство гибкой графитовой фольги, где её качество контролируется на всех этапах. Исходный материал – окисленный графит. Из большого бункера он подаётся в два маленьких, как бы разделяясь на два слоя. Отсюда он поступает в печь, разогретую до тысячи градусов Цельсия. Такая высокая температура удаляет кислоту из графита, увеличивая его объём в сотни раз. Полученный пенографит прокатывают и армируют. За счёт этого повышается прочность будущей фольги. А тут потом на него ещё двойной слой, чтобы они лучше друг к другу прилипали за счёт клея, за счёт температуры. Вот они ещё тёплые сюда подаётся. Если прочность графитовой фольги задаётся во время прессовки, то нужная толщина с помощью фильер, работающих по принципу отверстий для душа. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК В общем, графитовая фольга отличается и от пенографита, и тем более от графита. Углерод, как основа всех этих веществ, превращает их практически в близнецов. Там и там, и там мы будем видеть графитовые слои с расстоянием 3,35 ангстрем между ними. Везде. То есть и одно, и другое, и третье – это всё графит. ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК Удивительно, но мягкий слоистый графит – родной брат супертвёрдого алмаза. Ведь последний тоже является аллотропной формой углерода. В структуре алмаза атомы углерода находятся в СП-3 гибридизации. То есть орбитали всех четырёх электронов на внешней оболочке атома приобретают форму неправильной гантели. Это позволяет им использовать все четыре связи по максимуму. Вот почему алмаз обладает такой высокой твёрдостью. Каждый атом в его структуре плотно соединён с соседями и поддерживает друг друга, как в пирамиде. Получается простейший многогранник – тетраэдер, гранями которого являются треугольники. При этом алмаз не проводит электрический ток, так как в его кристаллической решётке отсутствуют свободные электроны. Все структурные формы обратимы между собой. То есть из графита можно получить алмаз, из алмаза можно получить графит, из фуллерена можно получить, соответственно, графит. Наоборот. В этой лаборатории создают алмазы с самым современным методом – за счёт осаждения углерода в холодной плазме. В дальнейшем эти кристаллы будут использовать как чувствительный датчик в счётчике Гейгера. Так, у нас в руках подложка для будущего датчика. Это тонкий барьированный алмаз. Мы его устанавливаем в подложка-держатель нашей установки. И далее мы напылим тонкий слой сверхчистого алмаза, который будет являться чувствительным элементом этого датчика. Мы закрываем установку. Барьированный алмаз – основа повышенной прочности, на которой вырастет искусственный кристалл. После того, как он будет помещен в установку, её закроют и откачают воздух. Для формирования алмаза необходимо правильное давление и температура. Давление действует на атом. И атом, когда приходит на зародыш, ему выгодно становиться образовывать алмазные связи при данных давлений и температуре. То есть это давление называется равновесным, и начинает расти алмаз. Но для этого нужен транспорт, диффузия атомов углерода к растущему кристаллу. В природе углерод есть всегда. А вот в лабораторных условиях для этих целей в установку подаётся смесь газов и создаётся высокая температура. Один из этих газов – метан. При нагревании как раз и разлагается на водород и углерод. Рост алмаза происходит следующим образом. Часть летучего углерода, полученного из метана, осаждается. Она прилипает к алмазу-основе, как сахар к ложке. Вот подошёл к концу наш процесс напыления. И на нашей подложке, барьерной бором, токопроводящей, мы нанесли 100 микрон нашего сверхчистого алмаза, совершенной структуры, которая будет служить чувствительным слоем нашего датчика. Ещё 20 лет назад алмаз считался самым твёрдым материалом. Но пальму первенства у него отобрал фуллерит – сверхпрочный углеродный материал, который обязан своей крепости уникальному строению молекул. В основе фуллерита – молекулы фуллерена. Если взять один атомарный слой графита и некоторые шестиугольники, в нём заменить на пятиугольники, поверхность начнёт изгибаться. В конце концов, она превратится в сферу. Это и есть молекула фуллерена. Она напоминает футбольный мяч, у которого пятиугольные кусочки кожи соседствуют с шестиугольными. Как и в граффити, атомы находятся в состоянии СП2-гибридизации. И каждый связан всего с тремя соседями. Однако оставшаяся четвёртая связь не свободна. Просто атомы цепляются за одного из соседей дважды, образуя сверхпрочную двойную связь. Молекулы мячи фуллерена тоже тесно связаны друг с другом. Расстояние между ними меньше, чем расстояние между атомами в алмазе. Поэтому вместе они образуют очень плотную кристаллическую решётку. Основательные двойные связи атомов внутри отдельных молекул и прочная связь этих молекул друг с другом. В этом и состоит секрет сверхтвёрдости фуллерита. Фуллерен – блестящий порошок чёрного цвета. Чтобы получить плотный и твёрдый фуллерит, его нужно испечь. Но прежде чем поместить фуллерен в камеру высокого давления, его, в свою очередь, нужно скомпоновать. Берём камеру высокого давления, матрицу, контейнер с нагревателем и помещаем туда нашу прессовочку фуллерена. Одна матрица накрывается другой, а внутри создаётся температура в тысячу градусов. В итоге тесто, фуллерен, поднимается и расширяется, и из него выпекается фуллерит. Фуллерит. Тончайшие иглы из фуллерита российские учёные поместили в наноскан – зондовый микроскоп для изучения механических свойств разных материалов. Только с его помощью можно исследовать твёрдость и плотность алмазов. Чтобы определить механические свойства поверхности, нужно в неё внедрить какое-то твёрдое тело. Если мы хотим повысить, грубо говоря, спектр исследуемых материалов, то в этом смысле, конечно, можно использовать наконечник из этого фуллерита. Ещё одно углеродное открытие последних десятилетий – углепластик. В его основе углеродное волокно, обладающее большой прочностью, обеспечивает её связи между атомами углерода. Благодаря своим уникальным качествам этот материал применяется в космических технологиях и авиации, используется для военных нужд. Углепластик хорош тем, что он обладает очень высокой прочностью вдоль углеродных волокон, очень высокой жёсткостью, но при этом у него отдельный вес, например, почти в пять раз ниже, чем у стали. Поэтому мы можем получать конструкцию такие же по свойствам близкие по прочности, как сталь, но при этом очень лёгкие. И такие характеристики очень важны для, например, космического применения. Но прежде чем стать полноправным элементом космического корабля или пассажирского самолёта, деталь из углепластика в обязательном порядке тестируется. Для подтверждения работоспособности конструкции ракетоносителя «Протон-М» проводится испытание его фрагмента на растяжении в целях выяснения, какую максимальную нагрузку будет испытывать данная конструкция. От момента старта до выхода на орбиту космический корабль будет испытывать максимальные перегрузки. Его обшивка должна их выдержать. Камеры высокого разрешения фиксируют даже минимальную деформацию обшивки. Образцы для подобных испытаний представляют собой уменьшенную копию оригинала. Нагрузка, которую должен выдержать данный образец, 7 тонн. Если испытание прошло успешно, то деталь, послужившая образцом, готова к эксплуатации. Вот здесь на картинке мы видим, как образец деформировался. Это оснастка, форма или шаблон, на который укладывается углепластик. Ее параметры меняются в зависимости от деталей. Из данной оснастки должен получиться обтекатель полезной нагрузки для ракета-носителя «Протон-М». Изделья находится под вакуумом. в автоклаве на него будет воздействовать температура большая и давление. Так, ну все, давайте расправляем пленку, ребята. Затем на деталь натягивают теплоткань, упаковочный материал и герметизирующую пленку. Приклеили, вот расправили, подключили вакуум. И сейчас будем грузить в печку. Деталь напоминает слоеный пирог. Два слоя углепластика и зажатый между ними сотовый наполнитель. Сделать ее целиком из углепластика возможно, но слишком затратно. Когда все слои уложены, их вновь упаковывают в вакуумный мешок, чтобы избавиться от летучих газов. И снова загоняют в автоклав, где тоже постоянно поддерживается вакуум. Это последний шаг. И сверхпрочная деталь готова. Вся история человечества показывает, что углерод незаменим в самых различных областях техники. Открытие каждой новой элитропной модификации углерода стимулирует ученых к исследованиям углерода. Это пока фундаментальные исследования, но их необходимо продолжать. Почему? Потому что на самом деле нет ничего более прикладного, чем хорошие фундаментальные исследования. И история человечества это не раз доказывала. Углерод – удивительный элемент, способный не только организовываться в самые разные структуры, но и проявлять при этом свойства металлов и неметаллов. Когда-то он был строительным материалом для создания нашей планеты. Сегодня его соединение – основа всех живых организмов на Земле. И вместе с тем это вещество будущего, свойство которого еще предстоит исследовать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА